Здравствуйте, друзья! Всем привет! Это телеканал КХЛ-ТВ и мы все вас приветствуем здесь, в Екатеринбурге. Автомобилист принимает Борис. Бросок Мамкина попадает в соперника и теперь вот уже назад надо бежать. Старченко, момент, бросок, гол 1-0. Роман Старченко, по-моему, даже не сразу заметил, что забил. Борис выходит вперед. Вот еще раз эта ситуация. Да, не повезло автомобилисту в том плане, что Мамкин попал в Литовченко, ну и, соответственно, убежал Старченко фактически 1-1. 2-22 их тут встретились. А вот и Даррендец, я обещал, он появился. Опа! Гол! Гол и еще раз гол. Якоб Лилья, лучший снайпер команды, реализует большинство. Алину Свидель передача. Ну а Лилья 16-я шайба в нынешнем сезоне. Неудачное начало для автомобилиста. Пропустили одну, потом большое удаление и пропускают вторую хозяева. Макеев на Голшеву, Голшев на дальнюю. Но вот будь Месси клеворуким, он бы, наверное, забил. Но так было бросить ему невозможно. Опа! Вот шанс. Бросок касания Белоусов. Еще бросок и гол. Не с первого, так со второго раза. Причем, что интересно, вот первый бросок у Бочарова получился сильно. А вот второй так еле-еле катнул. Но зато вот это еле-еле. И шайба неожиданно закатилась в ворота низом. Внимание! Вот видео просмотра определено. Положение вне игры было. Было нет. Так, ну и поехали. Поехали. 2-0 до сих пор. Бросает вороны. Дальше добавляет защитник. И еще один бросок от Блэкера. 3-0. Ничего себе! Вот это да! Кирилл Панюков подставляет клюшку под бросок Джесси Блэкера. Вот это игра! Вот это хоккей! Вы представьте себе! Еще буквально 20 секунд назад всем казалось, что автомобилист сделал счет 1-2. Но нет! Это 3-0 в пользу Бориса. Здесь-то, я думаю, что смотреть не на что. Мейсик. Обидин пошел на пятак. Василевский. Еще бросок добивания. И еще одно с разворота. И еще одно уже от Бочарова. Здесь два броска от Обидина. И большущий молодец Хенрик Карлсон. В принципе, понравились еще действия Алексея Василевского. В том плане, что да, 5 на 3 вроде бы должно быть до верного. Но когда ты вот с такого расстояния щелкаешь и щелкаешь сильно, это разрешено. Да, цук. А движением? Я не знаю, как он это делает. И на пятак на Макеева. Голышев. Еще бросок Макеев. Добивание. Еще один гол. Анатолий Голышев. 3-1. Ну вот, заковыряли. Я говорил, что вот она первая тройка нападения автомобилиста, у которой хоть что-то получается. Вот в итоге забили. Анатолий Голышев забивает. Думаю, что здесь уже не на что смотреть. Ух ты, как разозлился-то Хендрик Карлсон. Ну что это? А теперь попробуй разбери, что произошло. Это 5 до конца. Да, колющий удар. Это столько, судя по решению, по движению арбитра. Я пока вообще не знаю, что произошло. Я так понимаю, что Кертс Волк 5 до конца, колющий удар. Ну-ка. Слушайте, ну это колющий удар. Я согласен, но это борьба была. Манель 14. Удар с рюшкой. 5 минут. Усилевский. Мэйсик. Я пока один бросок створный считал. А это второй Питер Холланд. 3-2. Причем очень неудачно Дитс на своем пятаке сыграл. Ну, очень неудачно. Даром. Ну, а Питер Холланд подъехал. И уже в пустые. Там, я думаю, что даже Хендрик Карлсон обалдел от того, как его партнер на пятаке действовал. Он там чуть ли не в свои бросил. Так, ну вот, на скорости можно въезжать. Холланд. Холланд обыгрывает. Холланд в дальний. Это не засчитают. Это не должны засчитывать. Но будет просмотр. Это концовка игры. Здесь не надо никаких запросов брать. Это просто концовка. Это последние две минуты. На левую ногу Мэйсика. Внимание. Мне показалось, что это футбольное движение. Вот, что ведет, осмотр определено. Удар ногой. Гола нет. Субтитры подогнал «Симон»